А что в конце концов плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Уничтожение людей в этом плохое. А что в этом плохого? Конечно, в физическом. Почему? Некоторых убивать можно и нужно. Ясное мнение, надо высказать. Что конкретно вам не нравится? Ну, в общем, много чего не нравится. Ну, поводом непосредственным это было для высказывания Чаплина, который вообще всякие уже границы мыслим и немыслим и перешли. То есть он прямо уже как бы вызывает практически уничтожать внутренних врагов. То есть, соответственно, внутренние враги это уже мы. А почему вы это к себе относите? Ну, как бы тоже потому что внутренний враг, это по нашей традиции, идущий от Ивана Грозного до Сталина, это, в общем-то, как бы не согласно из генеральной линии. Это фраза знаменитого папы, папы Урбана II. Это XII век. Он ему написал граф Лангерский, что я служу по законам, по обычаям своей страны. А он ему ответил. Господь сказал моими истинами, он не сказал моими обычаями. Вот все законы – это обычаи. А есть более важные вещи. И законы церкви, законы церковные тоже обычаи. А есть вера Христова, которая важнее. А в нашем случае, в случае с РПЦ, это стало уже критично. Просто критично. То, что сейчас мы слышим из уст иерархи в РПЦ и клирика в РПЦ, и это просто выходит за рамки христианства далеко-далеко. А к кому вы обращаетесь? Во-первых, с молитвой к Отцу Небесному. Во-вторых, к тем, кто проходит. А в-третьих, ну, то есть не в-третьих, а самое главное, что, в общем-то, это просто мое мнение, да, это моя позиция, это то, что, наверное, какие-то принципы, можно назвать принципами жизненными, которые хочется как-то отстаивать, когда ты видишь, что вокруг все рушится. Вы здесь не как правозащитник, а как христианин, да? Я так понимаю. Можно сказать, да, да, да. Мы просто в данном случае защищаем христианство, защищаем церковь. У Владимира Соловьева тоже есть такая повесть об антихристе, может быть, знаете. И там вот, например, образ антихриста, это какой-то такой вот, не какой-то безумный там маньяк, не что-то такое, а это человек, который говорит, вот все у вас будет, будут у вас церкви, все будет замечательно, вот только как бы имя Христа не произносите, вот только про Христа забудьте. К этому искушению поддается церковь, она именно как бы падает и поклоняется кому не надо. Особенно страшно, потому что чем выше какая-то святыня, чем выше Виттина, тем страшнее ее искажение, тем более жуткие формы принимает вот эта ее обратная сторона. Хотя с другой стороны, вот таким плакатом, ну что же, защищаю право человека на жизнь. Правозащитная тематика тесно связана, для меня, для меня, с тематикой евангельской, с темой Евангелия. И мне кажется, что сама декларация прав человека основана на евангельских ценностях. Победите Победите Полицию Р twenties Продолжение следует...